Друзья, здравствуйте! Вот это я попала сегодня. Вчера вышел шорс. Ну, я имею в виду, что вот я сейчас снимаю видео, но сегодня оно не выйдет. Сегодня я попала в такую ситуацию, я до сих пор не могу себе поверить. Я даже шорс назвала. Надо было назвать, а чудеса бывают. То есть мне надо было сходить в магазин, у нас сегодня целый день дождь. Ну, такой. Идет, заканчивается, идет, заканчивается то, что метеорологи называют кратковременными дождями. Вот. Я утром попала в этот промежуток, с Бэби гуляла, тоже сняла в шорсе, показала, что мы с ней нашли на лавочке. Утром много находок. Я их только не беру в руки, к ним не прикасаюсь, но поснимать могу. Может быть, в следующий раз тоже что-нибудь найду, сниму интересное. Вот. Потом какие-то дела дома поделала и поняла, что надо уже вот пока дождя нету, пойти в магазин. Пошла в магазин, да, рядышком, буквально там, я не знаю, ну, с моими ногами минут 10, да, пока иду, иду, тут постою, иду, иду, там постою, вот. В магазине все купила, и иду назад, в принципе, тепло, дождь такой накрапывает, ну и ладно. Я еще по телефону что-то там слушала, еще хотела на лавочку сесть, потом сообразила, лавочка ж мокрая, вон. Захожу домой, и вдруг грохот. Я подумала, что что-то упало, я только-только успела переодеться. Думаю, что-то такое упало, неужели у моих соседей что-то, вот. Ну, вот у меня привычка, я на кухню прихожу, в окошко выглядываю. На балкон долго идти, вторая комната закрыта вечно, поэтому на кухне открытое окно. Оказывается, я зашла, и в тот момент, пока я переодевалась, не видела ничего там в комнате, да, началась такая гроза с молниями, с грохотом, дождь лил, не видно было ничего. У меня аж такое, у меня истерическое состояние началось, потому что дождь, вот знаете, как метель, да, вот. Он непонятно куда идёт, он со всех сторон идёт, нигде не скроешься, ни под козырьком подъезда, там, ни под каким-то навесом, вообще нигде, везде лужи, вот так вот, течёт рекой. Это буквально три минуты прошло, как я зашла, ладно. Чё я вас пригласила на кухню? Ужин готовить? Кто смотрит шорцы, я себя не очень хорошо чувствовала, чисто по состоянию, как это сказать, ну, моего желудка. Видимо, я себя, как бы так, наказала очень сильно, то есть у меня не было никаких таких вот проявлений нехороших, связанных с белоснежным другом, да, вот. Вот, просто вот такая вот жутчайшая, ну, я не знаю, когда, я помню, у меня сыну так было плохо, когда он был маленький и объелся бананами. Вот, я с тех пор запомнила, что бананов много кушать нельзя, ни в коем случае. Вот у меня вот так вот было жутко нехорошо, и я просидела на такой, несколько дней на такой щадящей, да не диете, Ну, просто кашку на воде варила, чуть молочком забеливала, бульончик куриный и нежирный варила, ну, такой вот, чтобы вас... Вроде как с сегодняшнего дня начала пытаться нормально кушать, но хочется кушать-то, вот. И давайте мне приготовим ужин, а то ужин вот буквально через полседьмого, ну, если я в восемь, да, поужинаю, ну, чуть раньше, вот. И через полтора часа у меня еще кушать нечего, да. Я вам покажу один рецепт, я знаю, он немногим понравится, ну, потому что скажут, что мы такое не едим. Ну, когда ты каких-то принципов в питании придерживаешься, то нужно иногда изощряться. И так, что будем готовить? Я предпочитаю это называть пепепельмени. Конечно, со мной многие не согласятся. И, конечно, да, я согласна, сама всегда говорю. Я очень не люблю, когда пишут, капуста вкуснее мяса или еще что-то такое вот. Да, ну, вы тоже встречали в интернете эти названия, они меня очень сильно раздражают, вот. Но, тем не менее, принцип приготовления этого блюда немножко похож на пельмени. Это будет что-то мясное, да, как это, в чем-то подобие муки, да. Ну, у меня, вы знаете, ведь у меня любовь уже несколько лет, по-моему, даже десятилетие, с овсяными отрубями. Отруби не обязательно. Есть у вас хлопья овсяные, есть кофемолка или вот на чопере тоже прекрасно измельчается. Сделайте свою домашнюю овсяную муку. Есть в продаже просто овсяная мука. Но я говорю, самое простое, сделать из овсяных хлопьев, по-моему, ну, вот такие вот вещи, как геркулесовая каша, практически у всех есть дома. У меня всегда есть отруби. Значит, готовим фарш. Я пока еще не решила. Вот у меня здесь 200 граммов говяжьего фарша. Я пока еще не решила, буду ли я добавлять для нежности. Ну, вы знаете, да, говяжий фарш, он достаточно грубоватый, если его с чем-то не смешать. Простите, я не знаю, почему у меня голос подхрипывает. Я вроде как и не простывшая. Ну, вот, может быть, я прибежав из магазина и вот так вот перевозбудившись, что я не попала под дождь, я из холодильника, у меня там уже неделю бутылочка с водой лежит, и она прям стала, ну, очень ледяная. Может быть, из-за этого я как-то так залпом хлык-хлык-хлык. Может быть, из-за этого захрипела. Фарш уже готовый. Я вам показывала в распаковке. Я его заказывала. Низкокалорийный фарш продается в Ашане. 700 граммов упаковка. Вот у меня все, она есть и есть, и есть, и есть. Я по маленьким пакетикам разложила и достаю, использую. В общем, я сейчас прокручу, сделаю более нежным. Да, ну, он хоть и мелко помолот, но чоппер вообще разобьет в такую нежную массу. Если я все-таки буду добавлять курицу, я вам скажу, сколько я куриного мяса добавила. Добавила я все-таки 100 граммов куриного мяса. Вот так много у меня получилось фарша, и это еще не все. Значит, здесь 100 грамм куриного, 200 грамм говяжьего, 50 грамм лука. Все это очень-очень до нежного состояния перекрутила. Добавляю, добавляю, по-моему, 120 здесь творожка. 115 граммов мягкого творожка. Такой жиденький стал, потому что долго стоит. И я уже давно собираюсь начать съемку. Все достала, но не начала. Так, творог можно любой, только не зернистый. Если зернистый, то, значит, его надо или протереть через сито, или, опять же, в чопере измельчить, или в погружной блендере, ну, в общем, до пастообразного состояния. Если будут крупинки, это очень невкусно. Поверьте, я этот рецепт готовлю не первый раз. И уже знаю разные варианты употребления творога. Насчет нужно, не нужно, или можно ли чем-то заменить, не знаю, ни разу не пробовала чем-то менять. Так вот, есть рецепт. Одно яйцо. Яйцо у меня такое средненькое. Я его взвесила на 50 граммов. Ну, 60 граммов, 10 граммов вычитаем на шкарлупу. Правильно, что ли, у яйца шкарлупа? А вот теперь самое интересное. Добавляем в эту смесь муку. Вы овсяную или домашнюю овсяную, из овсяных хлопьев, перемолотых в чопере. Или покупную овсяную муку. Ну, а так-то я не знаю. В принципе, зачем добавлять, как ее, пшеничную муку, да, если вся вот эта вот заморочка, она именно связана с тем, чтобы сделать ПП-продукт. А если делать из пшеничной муки, так проще тогда сделать нормальные пельмени. Правильно я рассуждаю? Правильно. 50 граммов здесь, я не знаю, сколько войдет в такое количество фарша. Я никогда не делаю столько. У меня есть мысль сварить на ужин и заморозить на завтрак. Я завтра уезжаю рано утром из дома, и чтобы не заморачиваться, хочу, чтобы у меня был какой-то завтрак. Но, как всегда, я говорю в своих шорсах, когда показываю свои тарелочки, свое питание. Когда я уезжаю из дома, и у меня поездка длительная, я предпочитаю не кушать что-то провокационное. Ну, был у меня уже такой момент, когда мне пришлось таксиста просить остановиться, не помню где, нет, не на заправке, а возле какого-то придорожного заведения и бежать туда в туалет, собственно говоря. Поэтому я предпочитаю обходиться. Нет, это еще жидковато. Тесто у нас не должно быть таким плотным, но оно и не должно быть оладьевым. То есть мы должны сформировать потом из него наши пельмешки. Я все равно буду называть это изделие пельменями, потому что я так его называю. ПП пельменей. 50 граммов высыпала. А вот теперь это уже больше похоже на ту консистенцию, которая нам нужна. Единственное, что я сейчас добавлю перец. В общем, делаем все абсолютно стандартно, как если бы вы делали фарш для настоящих пельменей. Смотрите, я так нажала на соломку, что даже на пол соль насыпала. Размешиваем. Потом, как всегда, моя классическая проба на палец, для того, чтобы определить, достаточно ли соли. Ну, вы знаете, если пельмени сами по себе будут не солеными, ну, то есть фарш и тесто пельменное, то сколько соли не добавляй в воду, в которой варятся пельмени, все равно они не станут солеными. Размешала. И теперь, как всегда, у меня отруби, а им нужно время для разбухания, иначе они в готовом продукте будут чувствоваться, как такие крупинки песочка, какой бы ни был помол мелкий. Тесто наше пельменное постояло. Я даже поставила уже воду. Она потихоньку закипает. И можно делать по-разному. Я сейчас вот для красоты, чтобы сделать фотографию на заставочку, сделаю вот такие вот аккуратные кнелики. Потом я буду делать, ну, просто руками влажными, ну, там, что получится. Шарики так шарики. Немножко фарша я решила оставить. Ну, что-то там или с баклажаном, или с кабачком, или с перцем, или просто котлетку. Ну, в общем, потому что фарш здесь, как бы, такой, ну, полезный, уже со трубями вместе. То есть, все нормально, все хорошо. И вот так вот делаем такие аккуратные кнелики. Можно и не очень аккуратные, можно и руками просто шарики накатать. Я говорю, что мне захотелось вот сегодняшнюю порцию, именно с целью сделать красивую фотографию, сделать руками. На приготовление таких вот ппшных ленивых пельмешек, да, ну, я не знаю, я не могу придумать. Я долго думала, можно ли сделать какое-то вот это вот тесто, да. Дело в том, что вот из этих видов муки, рисовая, кукурузная, овсяная, они все, как это называется, в общем, они не разбухают вот так, как пшеничная мука и тесто не получается эластичным. Я уже за время своего диетствования очень много экспериментировала с различными видами муки. И конкретно тесто у меня ни из одного вида не получилось. И даже когда я начала читать рецепты, что может кто-нибудь что-нибудь рекомендует, рекомендуют два вида муки делать, то есть пшеничная и добавлять какую-то вот рекомендуемую диетическую муку. Это не выход. Или мы отказываемся от пшеничной, или же мы просто признаем пшеничную, что она присутствует в нашей жизни, да. Так что тут уже ваше решение. Я решила, что мне проще иногда вот такие немного... Да они не странные эти рецепты, они обычные рецепты. Это просто-напросто люди, которые идут по какой-то системе питания, они немножечко себя развлекают, да. Ну, хоть я и говорю, что не люблю, когда говорят капуста как мясо, или даже лучше мясо там, такие кабачки вы никогда в жизни не ели. Все это ерунда, это самообман. А то, что я сейчас делаю, это не самообман. Это немножечко разнообразие и, как сказать, развлечение для самой себя, да. Я же называю вот это вот изделие пельмешками. И кушать я их буду со сметанкой. Правда, настоящие пельмени я предпочитаю кушать с огненной водой. Это так я ее называю. Бульон от варки пельменей. Добавляется уксус, перец, горчица. В общем, такая огненная вода делается. Вот. И тоже не рекомендую, кто любит кетчупы, кетчуп не рекомендую. Абсолютно. Просто почитайте состав. А если уж очень хочется, то можно сделать. У нас есть горчица в продаже, которая готовится без сахара. Просто читаете состав. И делаете сметанку, соевый соус, горчица, что там еще. И получаете что-то такое. Очень приятный соус для пельменей. Можно туда еще соленый огурчик добавить, зелень всякую. Я думаю, мне на ужин хватит. Вот я болтала и даже не посчитала, сколько же у меня таких пельмешек получилось. Потом взвешу, сушки, у меня здесь попались кусочки неперемолотой курицы. Ну, такие небольшие кусочки. Надеюсь, что это все сварится. Варим 10-15 минут. Это из-за наличия отрубей в нашем пельменном тесте. Наконец-то поняла, как назвать. Вот. Значит, я варю. Выкладываю. Вам показываю. А пока варится, я налеплю, чтобы на завтра у меня были поставить, положить заморозку. Ну, собственно говоря, все. Я выключила. Вывалливаем, как обычные пельмени, шаумовкой. Запах, как будто бы это варили с пельменей. Ну, конечно, вид никак пельмени. Я никогда для пельменей не готовлю бульон. Ну, то есть там перец, лавровый лист. Я просто воду подсаливаю. Вот такие вот получились пельмешки. Вот эти вот шарики я накрутила на утро. Утром буду завтракать. Вот такой у меня кусочек фарша еще остался. Ну что, пробуем? Где вилки-то? Уилка. Это очень горячо, потому что я вылавливала при вас. Ай-яй-яй. Ай-яй-яй. Знаете, запах даже ну, как бы такой слегка пельменный. Я знаю, что вкус нисколько не похож на пельмени. Есть нечто общее, но из-за творожка и из-за отрубей, конечно, это как бы новый вкус. Но разнообразить свое питание, а почему нет? Развлечься и решить, что ты кушаешь пельмени, а почему нет? Особенно, если сделать какой-то сметанный вкусный соус, да? Все-таки это же разнообразие. Я пора я накапала на себя сметану. Очень вкусно. Советую. Ну что же, спасибо, друзья, что приготовили со мной вместе ужин для меня. Может быть, он кому-то показался любопытным и кто-нибудь решит повторить. Особенно, как я всегда говорю, такие же сумасшедшие, как и я, у которых есть какая-то идея, они ее следуют и от нее не отступают. Но чтобы не стало скучно, нудно и однообразно, надо что-то себе придумывать и что-то готовить новенькое, да? Все, еще раз спасибо вам. Завтра не знаю, что будет, потому что мне надо из дома уехать, как я вам уже говорила. Ну, все равно до скорой встречи. пока-пока.